Всем привет, друзья, с вами Тимпоз, и мы продолжаем рубрику обзоров на игры от компании EasyTech, и сегодня мод на игру World Conqueror 3 под названием Восток против Запада, либо тут еще есть внутреннее название, наверное, игры Millennium Dawn, это переводится как Рассвет тысячелетия, вот, я так, по крайней мере, это перевел, может быть, это означает что-то другое, но Google переводчик дал мне именно такое название, Но, тем не менее, в корневой папке сама АПК-файл называется именно Восток против Запада, поэтому, наверное, так будет правильно, я не знаю, короче, будет Восток против Запада называться Правда, мы никогда не узнаем, поскольку мод от какого-то азиатского автора, русского языка здесь как такового нету вообще, ну, русского, о чем я вообще говорю, английского языка здесь нету Вот, но мод достаточно интересный Также из минусов можно отметить то, что здесь нету бага, или баг, как-то, правильно сказать, мода на деньги, нету функции бесконечного количества денег, поэтому все проходить придется своими ручками, потеть, стараться и надеяться, что все миссии проходимы Что здесь есть из интересного? Начнем мы, наверное, с генералов, потому что это, ну, первая, на менее интересная лично для меня часть, чтобы интересно стоять на потом, поэтому мы к интересному перейдем потом Что здесь есть по генералам, друзья? Как вы можете видеть, все здесь переделано, даже вот карта мира, она выглядит абсолютно по-другому Есть небольшие баги в виде того, что тут кнопка exit справа внизу у меня немножко смещена, как бы, но вроде бы все остальное на местах находится Вот, например, Бразилия, так, неудачный пример Вашингтон Ну, я всех перечислять не буду, вы можете просто сами видеть Кто здесь из генералов нам представлен? Это все современные, я так понимаю, товарищи Поствоенные Так, и давайте глянем еще что Берлин? Есть кто в Берлине? Кто-то есть в Берлине, я не знаю, кто это Но он есть Так, Москва Хоть бы одного я из них знал Сейчас просто пытаюсь прочесть названия Ну, их не имена Ни одного не знаю Конечно, в русских генералах не особо шарю Ну, да ладно Советских В данном случае это советские генералы Так, Тегеран Тоже имеются некоторые ребята С разной степенью волосатости на лице Кто-то вообще без Только прорезь глаз Ну, да ладно Адис Абаба Что бы это ни значило И, наверное, еще будут азиатские То есть центральные страны Понятно Замечательные Южные генералы Великолепные абсолютно Так, Сингапур Пусто Пекин Ну, тут я не думаю, что Вы хоть кого-то из них Из этих замечательных ребят знаете Но они здесь имеют место быть Хорошо Ну, собственно, генералов мы с вами Обозрели Прочекали Можно двигаться дальше Дальше у нас что будет? Дальше у нас будет Будет основная кампания Друзья Как я вам уже сказал Тут нету возможности Открыть сразу все миссии Нельзя получить сразу Неограниченное количество Медалей и ресурсов Поэтому придется все Самостоятельно с нуля проходить Тут есть две полноценные кампании За Советский Союз, я так понимаю И за Давайте все разбирать по очереди Заходим Вначале Собственно Сюда Да, играем за Советский Союз Я так понимаю И будем атаковать Непосредственно НАТО И вот так это у нас Будет выглядеть То есть мы Десантируемся К Нью-Йорку И продвигаемся Вглубь Штатов Через Филадельфию Допустим Интересненько Модельки юнитов Я так понимаю Остались прежние Хотя нет Стоп Переделанные Вот этих ребят Я не помню В оригинальной игре Модельки переделанные Вот таких я даже не помню Таких 100% Здесь не было Слушайте Даже модельки переделанные Это приятно Это весьма Недурно Хм То есть Сразу видно Что над бодом Старались Тут как бы Ничего не предъявить А как мне Из игры выйти Это была не та кнопка А это была Кнопка хода Я понял Я не то нажал Что из этого выход Средняя кнопка нет Верхняя Да Верхняя кнопка Это выход И зайдем за компанию Я так понимаю Это война В Корее Корейский конфликт Будем мы играть За Северную Корею При поддержке Китая И Советского Союза Которая у нас В данном случае нейтральная Но Не фиг с ними И будем наступать на юг Почему нет А почему нет Американских войск Да ладно То есть война В Северной Корее Карта достаточно маленькая Но я так понимаю Что их будет Их это имеется Ввиду миссии Будет много Поэтому жду от вас Друзья Отзывы О следующих Сражениях В данном моде Я все это сейчас Проходить не буду И мне главное Вам показать Что мод существует И в нем Есть функции От вас уже жду В комментариях Отзывы О его прохождении Насколько много Это миссий Насколько они Интересные Также друзья Есть целых Пять переработанных Конквестов Это очень круто Но опять таки Их можно открыть Только лишь Со временем Прохождение То есть нужно играть Во что нужно играть Кстати говоря В третьей части Там же оно Открывается Каким образом Если я не ошибаюсь Нужно чтобы В правом верхнем углу Таймер времени Был как бы Ну позже То есть нужно просто Играть в игру И будут постепенно Открываться новые опции Компания начинается С 46 года То есть Холодная война Непосредственно Ну и давайте зайдем За Советский Союз Например Допустим Допустим За Советский Союз Что мы здесь Будем иметь Это Big Map Друзья Big Map Mod Можно так сказать Потому что Карта действительно Очень большая Или не Big Map Mod По моему Карта увеличена По сравнению С оригиналом С третьей части Да Определенно она больше 100% Центральные страны Европы Здесь Являются нейтральными Такие как Югославия Италия Австрия Швейцария И все Все остальные А нет Бельгия Нидерланды Тоже нейтральные Остальные страны Будут Начинать свой конфликт Вот на территории Как раз таки Германии И это очень кстати интересно Давайте Прочекаем Посмотрим Польша Это мод Полная конверсия Оригинальной игры То есть Над ним Прямо Кропотали Я смотрю Скандинавские страны Кроме Финляндии И Дании Нейтралы У Советского Союза Внушительные войска На границах С ихними Вассальными Так сказать Государствами Турция Тоже за нас Выступает В отличии от Израиля Так давайте Посмотрим еще Французскую границу Так американцы Понятное дело Чехи На нашей стороне Великобритания Высадившиеся И французы Которые будут Принимать на себя Основной удар Так понимаю После того как мы Имеется ввиду Советские союзы Союзники Советского союза Продвинемся Вглубь Европы Хорошо Испанцы нейтралы Португальцы нейтралы Африка у нас Отсутствует Есть союзный нам Египет И враждебный Израиль Вот за Израиль Тут будет конечно Играть очень сложно Потому что Египет Ирак И Турция И отсутствие Союзников Вот можно Знаете Скилл тест Такой Сыграть за Израиль Посмотрите К чему это придет Нет Есть Британия Один город Но как бы это Несерьезно Большинство стран Я так понимаю Нейтралы Ну это в принципе Логично Че их ввязывать В этот конфликт Но Китай В данном случае Является нашим Противником Подождите А тут не все так просто Тут есть коммунистический Китай Который является нашим Союзником И есть Некоммунистический Китай Который является нашим Противником Но я так понимаю Что Коммуниция Должен Так или иначе Победить В Корее Конфликт Еще не состоялся Ну а американцы Захватили Японский Японский Можно ли это назвать Островом Японский остров Японские острова Да Захватили Японию Чтобы не ошибиться Скажем так Французы Господствуют В Таиланде Нет Во Вьетнаме Также здесь Присутствуют Британцы Австралия Здесь тоже есть Зачем она здесь Сделана Такая огромная Вот представляете Если играть Компанию Конквест До конца Вот я играю За условные Я не знаю Допустим За Польшу Победили мы В Европе Победили мы Американцев Кстати Американцы На них еще даем Потом нужно Вот через всю Азию Фигачить Через нейтральные воды Вот просто Вот здесь Сколько плыть Чтобы захватывать Еще и Австралию Зачем сюда Австралию В Приле Не ну можно понять В принципе Ну не надо было Это делать Американцев Американцев Очень много войск Друзья Огромное количество Флота Солдат Канада Также участвует В войне Да Американцев Прям максимально Максимально Много Они будут нам Всячески Мешать Я так думаю Куба Нейтральная В Южной Америке У нас союзников Тоже не наблюдается А жаль Почему Куба Нейтральная Может на процессе Сменит сторону Но пока Она нейтральная Вот Ирландия тоже Нейтральная И давайте Глянем еще на Британцев Очень жаль Что нельзя Сразу же Посмотреть Другие Конквесты Но Нужно чем-то Платить Друзья Потому что Есть моды Которые Сразу же Дают неограниченное Количество Ресурсов Но тем не менее В них нету Элемента Хардкорности Потому что Вы можете Улучшить абсолютно Все войска До максимального Уровня Можете купить Абсолютно Любых Имбовых Генералов И как бы Легко пройти Практически Любой Конквест И Любую Миссию Компании Как бы ее Не переделывали Как бы автор Не старались Здесь же Автор Сделал акцент Именно на На том Чтобы вы Заморочились И прошли Все Так как он Задумал То есть Нужно пройти Все миссии Компании Постепенно Улучшать Свои войска Повышать Скил И вот Как бы Дойти До различных Конквестов И к сожалению Нельзя сразу Во все Сейчас заглянуть Мне бы очень хотелось Посмотреть на все 6-5-5 штук Но к сожалению Нам доступен для игры Только лишь Первый Ну В начале игры Я не знаю Что нужно сделать Чтобы открыть Остальные Конквесты Но Они здесь Имеют место быть На этом друзья Закончим данный ролик Он короткий Но как по мне Мод заслуживает Ваше внимание Он интересный К минимум Потому что здесь Полностью переработана Основная кампания И переработаны Конквесты То есть их целых 5 штук И как видите Они абсолютно Уникально сделаны Поэтому мод Четкий Годный Единственное что Он на Азиатском языке Каком-то Из Ну Хотя бы Название городов На английском И на этом Скажем так Спасибо Скажем авторам Ссылочки На скачивание Мода Будут в описании Под видео Также будут ссылки На автора Мода Переходите Благодарите Если знаете Его язык На этом все Я всех благодарю за внимание С вами был Тимпост Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Если вам понравилось это видео И до новых встреч Всем спасибо Всем пока И удачи Субтитры сделал DimaTorzok